так ну чё погнали чуваки 1 2 1 2 1 поехали все нас слышат окей и сегодня у нас знаете кто чуве у нас очень специальной легенда его новый популярный никнейм несколько лет назад придуманный это бог бог соловей придумал его ты да 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 чувак давайте я выведу на экран мы еще даже не сказали привет как дела чуваки ты на экране чё происходит бро давно не виделись здоров прошло слишком много времени один из моих самых любимых людей обожаю читать твои твиты потому что всегда в них нахожу что-то восхитительное великолепный язык и спасибо что пригласил потрясающе рад быть здесь спасибо что ты пришел брательник и это означает много для меня поскольку я ценю все что ты пишешь особенно в твиттере там такие да я тебя преследую в твиттере чувак фоловлю тебя в твиттере потому что иногда ржу над твоими постами слушай в хорошем смысле конечно знаешь раньше я пытался что думать как зум я думал раньше как настроить нам стрим какие-то вопросы тебе задать правильные а сейчас я понял что в принципе вот ты здесь и чем мы уже начали слушай до того как попасть в крипто ты был кико да да как мы сейчас перейдем к прайс-экшену не с этих но как ты нашел их как ты вообще начались твои отношения с кико если конечно тебе не впадло отвечать на этот вопрос да да без проблем ну то есть речь идет о периоде времени много-много лет назад это было до 2020 до ковида я был на интервью там и сям и я думаю в какой-то момент китко и один из моих бизнес-партнеров как-то вот связались возможно даже через твиттер и дэвид лин такой сказал слушай было бы здорово тебя пригласить он поговорил со своими боссами и в итоге меня пригласил в итоге я в целом привнес свежий взгляд говоря не шаблонно обо всяких вопросах связанных с экономикой о том об этом а смотря на графики я знаю что и ты это делаешь и мне кажется это стало новым началом для многих людей смотря на графики и игнорируя различные повестки всякий бред творящийся вокруг и прочее если ты идешь на youtube то ты подвергаешься влиянию ютуба ты подвергаешься влиянию x твиттера но графики субъективного мнения не несут это есть что есть и они нам дают большего понимания некой устойчивости нас не уводит в сторону и приземляет сечешь конечно окей понял сейчас погоди я тебя чуть-чуть отодвину меня домой микрофон чуть-чуть погромче сделать спасибо что ответил на этот вопрос вообще респектища у меня микрофон если я должен идет погромче даже несмотря на то что я не звезда сегодняшнего вечера но хер с ним погнали вот сейчас ништяк стало и мы подчинились и технология да чувачок все короче я тебе скажу такую тему что сейчас происходит я был я порвал плечо на последней неделе что мы туда-сюда ходили пару сотен долларов в неделю или две не было небольших движений и ну по крайней мере для моего торгового стиля знаешь для моего для моей фишки это было просто туда-сюда быстрый скальпинг знаешь типа того ну там несколько дней такой интродей как бы я не люблю такую тему на самом деле ну и что-то среднее между интродей и среднесрочным трейдингом и короче я зашел вот по 62 тысячи 283 а тень фиганула на 62 что-то 300 короче и я сдержал этот трейд всю неделю всю выходные все выходные и утром я проснулся он был на 65 тысячах ночью и я думаю надо еще чутка поспать короче я выпил вчера так немножко но это было да недавно и короче я решил что нормально все я буду готов к этому интервью поэтому посплю еще и короче я держись смотри мой средний вход вот я плюс-минус сейчас без убытки чувак 62 тысячи чего там 600 короче я не знаю может это ведь мой экран но мой вход вот шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре из детей короче цена уже 62 958 чувак вы закрыть мне этот трейд или ждать пока это упадет до нуля мой equity короче я не знаю не то что финансовый совет прошу но что ты скажешь о да не финансы о божечки но во первых я думаю что ты абсолютно точно знаешь что следует делать и ведь криптофейс и ты в блокчейне уже очень давно так что у меня есть ощущение что ты точно знаешь что делаешь и честно говоря я не думал и опять же думаю что вопрос является о таймфрейме говорим или мы о коротком взлетном трейде или же ты хочешь посидеть подождать крупного движения ну таймфрейм здесь я бы хотел чтобы он вернулся на 65 тысяч чувак а таймфрейм я я просто конечно угораю по приколу да что я говорю своим людям это что твиттер последнее время например был очень трендовым знаешь если ты не говоришь о дрейке или там еще тот то твои просмотры будут сосать последнее время не знаю как у тебя но короче я не стал я решил так все что у меня есть это мои маленькие трейды в небольшом плече так что на мои маленькие трейды в плече вот и короче погнали да короче так я думаю мой все ясно давай короче гаррит соловей говори свою свою прайс-предикшн свое предсказание цены давай погнали ты можешь чуть-чуть уменьшить сюда да конечно не ты можешь уменьшить на секунду я могу отключить картинку никаких проблем сейчас вот так да вот сейчас ты можешь снова я просто хотел посмотреть тут на сайфере точку сейчас ты можешь снова давай окей чудненько что если говорить по крайней мере на мой взгляд и то что я вижу на графике и кстати мне также очень интересно что видишь и ты ага но по сути то что у нас сейчас происходит это вот этот как бы боковой канал с вершиной по биткоину около буквально под 74 а спустя две недели у нас был низ где-то около 60 после чего мы поднимались вверх и спускались вниз отскакивая буквально от нижнего уровня канала его верхней границей таким образом вопрос заключается в том поднимемся мы либо до верхней части канала и в итоге пробьем его я бы сказал да скорее всего мы это сделаем при этом допускаю что будет еще один встряс перед тем как это произойдет не знаю точно когда но на мой взгляд в системе достаточно мало сделок с плечом и слегка много всех этих идей что тут думать надо покупать ведь мы идем напрямую к 100 вот этого ощущения но в конечном итоге есть заключение что это произойдет перед этим произойдет сдвиг скажем где-то к 52 54 после чего начнется забег так что для меня главное правильно знать свои уровни так и сейчас если цена опустится ниже 58 тысяч что это станет проблемой я начну трейдить вот здесь если мы пробьем этот канал и опустимся вероятно вот до сюда зону 52 53 но до тех пор пока мы находимся в канале я считаю мы продолжим отскакивать вверх затем отскакивать от него опускаться вниз и т.д. и т.п. пока что-то поменяется так что честно говоря мы в диапазоне этот диапазон сохраняет свою силу с начала марта ты бывал ты бывал во первых какие трейды ты да во первых слушай мне очень нравится этот твой график вот этот линия в середине этого канала очень хороший ты был в каких-то трейдах сейчас или может быть ты что-то ждешь по биткоину давай так начнем с биткоина с биткоином ты ждешь сейчас чего-то или ты шартишь это сейчас вниз на 57 или ты ждешь то что он туда депонет и там оттуда отскочить от этой поддержки снова или что если ты сейчас будешь трейдить биткоин то если да то какой твой трейд чего ты ждешь сейчас или что ты думаешь что ж по мне так я бы покупал на нижнем диапазоне канала вот здесь так что если мы опустимся скажем на 58 здесь то покупать ставя стоп под этим уровнем если мы поедем ниже это позволит тебе иметь небольшие потери но суть в том что я всегда опираюсь на историю история лучше предсказатель будущего она повторяется не в точности но сохраняет рифму и до тех пор пока эти линии отрабатывают я буду их пользоваться для своего преимущества для краткосрочного трейдинга до сих пор это работает но и наоборот если мы поднимемся вверх ближе к 71 я буду шортить поставив стоп прямо над этим уровнем если вдруг мы прорвемся вверх и полетим в направлении а то аж я смогу выйти но честно говоря для меня лучше всего говорит недавняя распродажа в альте я закупился целым набором разные альты после того как мы хорошенько опустились вниз вот несколько пепе да ты успел залететь в пепе знаю я все просто послушай я придерживаюсь топ 30 может быть 40 я просто не знаю многого о мемах подожди пепе я не то чтобы шире в шитки но я тебе сейчас скажу на каком месте я хочу посмотреть на каком месте в коин маркет кепе пепе по быстрому ты сказал топ 30 так пепе номер 30 чувак пепе 30 вот так ты прав мне следует им трейдить мне следует им трейдить ты посмотри меня здесь линия этот график использовал и ты только взгляни вот сюда эти две трендовые линии и пробой бычий флаг и консолидация после движения вверх я не трейдил это определенно я по этому активу трейдов не запускал но я работал с этим графиком это классическая бычья консолидация а вот и движение вверх так что повторюсь что на мой взгляд может все дело в моем опыте фондовых рынков всех этих прибылях и разных фундаментальных вещах при этом я так парился с трейдингом по доги коину пытаясь понять его фактическую суть при этом сейчас многие фанаты доги скажут мне я слушай это же доги коин как ты можешь этого не знать но я не знаю я попросту не знаю так что для меня это было сложно трейдить этим я имею ввиду ты проводишь исследование там типа чейнлинг или что-нибудь я имею ввиду ты как бы просто смотришь чисто топ 20 или чё вообще топ 30 монет или какие вообще критерии ты используешь я смотрю меня не беспокоит способы использования пока вообще такие есть поэтому меня интересует что-то фундаментальное стоящее за этим проектом но честно говоря все это все равно не меняет мои точки зрения это всего лишь мой скептицизм аналогично тому что я думаю о геймстоп и mc на фондовом рынке я много страдал с иними заходя в ланге потому что толпа заходила в ланге противопоставляя это хоть с чем-то что может меня защитить если я ошибаюсь но все лишь начал дамбовать в общем меня беспокоит возможность в конечном итоге произведения рак пула ведь фэйрэжа создала атмосферу того что все вокруг является потенциальной подставой и все это происходит в течение дня так что я думаю в какой-то момент это все рухнет к сожалению ты побычи смотришь сейчас на фондов рынок или нет о я смотрю по медвежье да на самом деле я сейчас зашел в полумиллионный шартовый опцион прямо вот здесь да так что опять же возвращаясь к нашим графиком у нас здесь есть фигура голова и плечи это уровень шеи мы заступаем на этот важный уровень здесь у нас вторичный канал и я смотри честно говоря экспирация опциона в 2026 у меня буквально есть два года это не дневной опцион я так не торгую это азартные игры я так не поступаю но в данном случае для себя я оставлю большое количество времени предполагая что мы движемся в рецессию и в конечном итоге мы свалимся так что для себя я еще 10x или 100x хочу уверенные 50x о то есть я не должен говорить 50x я должен сказать 50 процентов то есть пол x чувак ты а ты говоришь про опционы на своем канале как бы знаешь для меня я всегда думал что каждый и трейд опцион там есть гэп который должен быть заполнен и в ютубе если ты смотришь как торговать и трейд как торговать опционы там какие опционы там типа ну не очень хорошо там по-любому есть да что такое опционы и этот типа кто-то который придет гэрит или криптофейс крипто людям и скажет смотрите опционы это замечательно это вы можете реально снизить свой риск просто покупая используя опционы так что я не знаю это не совсем про цену но ты говоришь про опционы на своем канале да но очень-очень мало честно говоря это для меня большая проблема ну во первых опционы для криптонов опционы акции это возможность сделать сделку типа с плечом 50 100x ну то есть с очень маленьким количеством денег сделать много если ты прав но если ты не прав ты можешь потерять все свои инвестиции что аналогично тому что и ликвидация в крипто так что хитросплетенными путями это как бы эквивалент в фондовом рынке но честно говоря на данном этапе моей карьеры я пытаюсь людей которые на меня подписаны вести с максимальным уважением к их деньгам пытаясь вести дела как можно более консервативно потому что последнее что я хотел бы сделать это открывать сделки с рисковыми опционами вот почему недавно я писал об этом в одном из своих информационных каналов но опять же повторюсь экспирация моих опционов через два года что дает мне так много времени что иногда начинаю беспокоиться о людях заходящих в короткие сделки знаю весь этот процесс ведь мы знаем что обычно 99 процентов людей работающих с опционами теряют деньги так что да чел это сложно это мир где твои и мои подписчики для которых мы стараемся сделать все возможное чтобы им помочь без каких-либо безумных штучек причем я знаю ты такой да мне вообще поймать и такой хуяк здрасте приехали о да чувак я знаю ты знаешь о чем да иногда есть реальными вещами и развлечением верно нефть была моей секретной фишечкой да как просто в яблочко 20 процентов 60 дней как бы просто за херачил два месяца вообще да газ тоже о да чувак я да чувак да ты трейдишь товарами ты торгуешь товарами конечно ты чё я трейдю все нахер я торгую кофейные зерна шоколад какао вообще был такой дамп чувак бобами какао бобы нормально так шортанули ну чувак всякие эти птичий корм там я короче черный лебедь скоро чё то я как бы наш я просто да истина стоп если на фондовом рынке торгую что это другое в этот в этот момент в это время мы никогда столько денег не печатали и это гораздо жестче чем все было раньше и хрен знает как это не дадут ли этому провалиться как бы ну а ты это да ты прав у нас исторически не так много данных но еще более странным образом это меня пугает сильнее ведь в конечном итоге карточный домик падает верно так что мы все знаем что итог этой игры будет гораздо хуже чем вероятно 2008 9 годы ведь чем больше печатается денег приходящий коллаб становится еще тяжелее так что вся вот эта ситуация приводит тебя к ожидательной позиции ты говорил в целом ты негативно смотришь на фондовый рынок из-за чего американского долга из-за выборов или да я скажу чувак все равно номер один это печать я тебе говорю это карточный домик мы никогда блин столько денег не печатали твою мать чувак понимаешь да я говорил про этот карточный домик так давно и чувак это будет просто дальше идти как золото помнишь я буду всегда вращаться к золоту потому что это было четыре года предсказания которые а голдман сакс голдман сакс короче чувак на этом дерьме так долго я даже на счастье скажу я не чувствую уверенности в суверенитете своей страны больше знаешь что да это как покупать дом владеть домом и если другая страна придет сюда и заберет то все отожмут нахер доллар гавна доллар ничего не имеет больше и под собой никакого веса и мой дом больше не мой так что я тебе скажу так печать денег чувак нет ну то есть да я согласен ну то есть я считаю откровенно говоря я думаю 80 90 процентов американцев испытывают то же самое то как правительство решает вопросы и опять же если начистоту я не партизаню в этой истории ни в каком виде я думаю что все политики находятся в одной лодке кто бы не засел в белом доме он хочет лучшего за эти четыре года на который выбран хочет выглядеть великолепно а его последователь хочет того же самого так что на мой взгляд на самом деле никакой разницы здесь нет все эти политики балансируют между тем чтобы быть переизбранными и тем что хорошо для страны в долгосрочной перспективе и это и есть верный путь к коллапсу выборы и все это продолжается брикс до брикс чувак и страны которые просто сваливают от использования доллара вообще этой бумажки чувак да и вообще весь фиат это скам как бы это уже вам даже не фейс а гриня говорит чисто потому что фейс запарил что там уже про страны стану не вам правильно страны компа корпорации инфляция идет наверх окей представь что ты будешь делать если ты рулишь как бы этими потоками там мы продолжаем печатать и пампить ведь и наверх бесконечно или что black rock заберет профит или что и tf на bitcoin помогут это круто для биткоина на них продадут или что или их им все еще нужно какие-то профиты за эти зарабатывать отчитываться дивиденды фигенды все дела если мы продолжаем печать денег чего нас ждет супер мега распродажи чувак да в общем ну прежде всего я считаю что чем больше они печатают денег тем выше полезут цены на акции но проблема заключается в том что доллар будет ослабевать продолжая падать в бездну ведь инфляцию будет подстегивать напечатанная масса размывая американский доллар так что мы можем оказаться в ситуации когда за акцию apple будут давать тысячу долларов но одновременно с этим биткоин уйдет экспоненциально в ответном шаге что будет означать что если бы ты положил свои деньги биткоин ты бы получил гораздо больше чем войдя в apple несмотря на то что цены на apple будут на высоте не отражая слабость доллара который теряет покупательскую способность так что это первое и здесь всплывает золото твердый актив который нужно добывать имеющий себестоимость и т.д. и т.п. и да ну в общем оборотной стороной медали является то что чем больше они напечатают денег им больше пойдет на федеральный долг в итоге страна придет тому что скажут хей мы тебе больше не дадим в долг или мы из тебя сдерем нереальный процент вот чего фондовые рынки сейчас немного боятся ведь все строится на этом карточном домике на плечи и долгие если в какой-то момент мы не сможем выплачивать наш долг как страна из-за того что процентная ставка 15 процентов 20 процентов или еще безумней то в этой ситуации наш карточный домик рухнет и это будет короткосрочной так сказать депрессией еще одну интересную статистику хочу показать которую увидел на выходных кривая дохода остаются перевернуты на протяжении 500 подряд дней 500 непрерывных дней такое было трижды за всю историю сша однажды в 1929 она была развернута 500 дней и мы знаем что потом было 2 1974 это было начало этой мощной инфляции прыгающей вверх и вниз по 10 процентов а процентная ставка приблизилась к 20 процентам и третий раз было в 2008 мы знали чем это кончилось в 2009 восьмом девятом годах так что вот эти вещи которые меня заставляют по ночам спать хуже когда я начинаю понимать что как бы исторически происходило и к чему приводило если посмотреть на исторические данные и здесь я вижу очень много схожего если мы посмотрим на период великой депрессии к чему она привела то увидим что количество сделок с плечом в двадцатых годах когда люди зарабатывали огромные деньги буквально закладывая дома чтобы осуществлять инвестиции в акции люди занимали безумные деньги и это все так похоже похоже на ранней стадии что заставляет меня беспокоиться тут нет никаких сомнений и опять же тайминг это все это ключевое не знаю будет ли это через год или может произойдет через пять лет через десять не знаю но будет вторичный крупнейший коллапс на рынках и вопрос в том что будет с биткоином и что будет золотом будет интересно у меня есть еще один вопрос который не финансовый совет конечно дисклеймер но популярный сейчас да да это то что утилизация знаешь занимаешь средства против своих активов знаешь если у тебя есть бизнес то ты платишь себе 1 доллар но ты берешь кредит там не знаю на денежном рынке или или дом знаешь типа короче наш чисто для вот твое мнение какие активы сейчас ты думаешь могут быть типа безопаснее чем чем короче по вопрос должен быть гораздо проще какие активы ты думаешь имеют дерьмо в больше чем другие в хорошем смысле которые являются наименее дерьмовыми на твой взгляд чем другие чем остальные меньше дерьма в которых золото конечно же да может быть нефть чё думаешь да но по нефти я думаю что единственное сомнение которое у меня есть в том что если экономика сша начнет реально падать нефть упадет очень сильно это уже было не так много лет назад когда нефть ушла в минус что бывает очень редко но это произошло это было довольно безумно в итоге рынки платили тебе чтобы ты купил эту нефть так что если сказать гораздо более простым языком ты должен самостоятельно забрать 100000 баррель нефти по контракту и принимая во внимание затраты на хранение в итоге прибыль получается отрицательной я знаю чувака который делал это слушай ну давай я перефразирую это я имею ввиду нефть но на самом деле минут товары ага товары конечно золото зерна все говно это для меня вода я чувствую да это как вода ну чё то ты владеешь чем-то да серьезно потому что знаешь чё бы ни случилось нам все равно приходится есть жрать и так что сам понимаешь глянь на золото по бы руку по шурику можешь золото смотри мы пробили all-time high чувак чашка с ручкой чё ты думаешь да даже с учетом того что мы сейчас немного падаем и я думаю что мы можем еще немножко упасть я думаю что к концу года мы пойдем в направлении 2500 что совсем не выглядит безумным я об этом говорил еще в январе мы по-прежнему ниже 2000 но думаю что к концу года и следующем году мы продолжим расти я не вижу другого пути как продолжать печатать а это значит что долларов будет еще больше а это уже значит что золото должно быть относительно доллара дороже аналогично серебром на самом деле я честно говоря и об этом не так многие люди любят говорить типа палладия эти металлы для меня очень интересная ты посмотри как они упали на этом графике и только-только он начинает разворачиваться я все еще жду пробоя этого уровня 1025 но в целом глядя на такие графики я вижу что здесь есть возможность поезд с золотом уже ушел ракета уже взлетела и да я думаю она еще пойдет выше но есть еще спящие алмазы среди товаров и я с тобой согласен мне даже нравится то как выглядит кукуруза на графике как бы это безумно не звучало но кукуруза хорошо промялась и посмотри как она восстанавливается сейчас она тестирует уровень и ты видишь эти товары которые еще не ушли с платформы начав свой путь вверх так что здесь я вижу некоторые возможности и наоборот если смотреть на шоколад кофе ты видишь как они откатились кстати ты видел как упала в цене кофе охренеть это чудовищное движение до коллапс охренеть это на самом деле в общем я не трейдер по товарам что значит в целом ты товарами торгую но я использую и тефы она я себя не нашел эти и тефы так что использую джо и джей оу чел но если бы я только имел возможность закупиться здесь кофе только посмотри на эту линию поддержки это такое место для отскока я бы весь буквально отдался этому графику бро я тебе говорю это горлышко сейчас уживаться и сужиться и суживаться уже нелегко в это дерьмо во все прыгнуть те сейчас надо найти каких-то фермеров чтобы инвестировать не дайте эти и тф конечно это тяжело найти хороший кофейный тф поэтому конечно да я проверяю тоже там чё кофе литий литий палладий металлы как же тут что я вижу на его графике это только полезное применение палладия который может дать но больше до тесла электрокаров и все темы это даст ну вот сейчас мы видим откатик на и мы видели откат на этом таймфрейме да и вот он сейчас по ходу что пробивается по ходу да похоже что в краткосроке он пробивается да 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 и видно что аналогично акциям тесла которые пострадали но сейчас хорошенько восстанавливаются так что да я думаю это движение вверх может достигнуть этой линии этой наклонной вниз трендовой линии в 54 бакса это для меня выглядит абсолютно интересно сейчас забаню пару придурков в чате который пишет какую-то херню про твой никнейм бог соловей крипто соловей да да если у тебя нет хейтеров значит ты делаешь что-то не так это я понял конечно блин это это было должно было быть наш моей вступительной речи но блин короче я чё-то должен был сказать про ненавистью любовь крипто как ты был типа как майкл сейлор знаешь и да и ты круто с этим справлялся знаешь иногда отвечая отвечая что-то людям в твиттере да это очищение иногда это нужно и люди любят это тоже видеть наш людям это нравится это любимая тема наших стримов что у нас тут помощи это разносить всяких придурков знаешь никогда не знаешь что будет дальше да и все вначале такие говорят о мы любим гэрита но подожди чувак сейчас биток идет немножко в сторону и они хотят тебя да они тебя хотят немного потроллить на а это неотъемлемая часть игры я здесь давно я трейдингом занимаюсь 25 лет чел когда я только начинал интернет еще был только маленьким зародышем но уже были чат комнаты где люди делали то же самое так что из этого я вынес урок я трейдер ланговал шартовые ситуации есть люди которые сосредоточены лишь на одном чтобы хоббит коин дастик миллиона долларов да без проблем это просто другой таймфрейм я использую другие таймфреймы меня интересуют более короткие периоды времени а люди с этим не справляются все что идет в разрез с их пониманием с их биткоином по миллиону долларов да неважно для них это все будет светотатством да они себя бьют бичом они хотят стать миллионерами это можно понять но реальность заключается в том что по крайней мере для меня как трейдера заключается во входе и выходе это так так что я буду ланговать шартить ланговать шартить такова природа понимаешь да это довольно таки честно я люблю эти скрытые товарные графики знаешь эти тефы до литиевые батарейки и т.ф. да 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 карта тема тут смотри абсолютно скрытые скрытые гемчика да есть некие скрытые бриллианты я слышу что в некоторых мейнстрим медиа к ой или придурки вот почему мы привели соловья сюда крипто соловей потому что он реально любит эти графики он мастер смотри я буквально проснулся в 5 утра в обнимку с этими графиками а заснул в 10 вечера тоже с графиками буквально пошел с ними в кровать вот так я живу с моими детьми с моей женой и графиками вот моя жизнь я всегда слежу за будущей возможностью потому что отлично понимаю что это может быть буквально прибыли в 5 тысяч в 10 тысяч долларов 100 тысяч долларов чувак как офис твой переехал во флориду или куда-то да да ты там делал коллабы какие-то тусы или чё у тебя там инстаграм чик модельки или чё за чё за вечерин и что там у было вообще сколько народу прошло через твой офис и как вообще офис поживает братан о на самом деле круто не могу представить ничего лучше как пригласить тебя сюда у нас есть торговый этаж а это моя маленькая кабина здесь мои 8 мониторов и все остальное что мне нужно и прямо за мной на другой стороне торговый этаж где сидят мои топовые трейдеры у нас идет торговый день где все и происходит тут у нас студия на заднем плане чувак это довольно круто это очень я очень слежу за тем чтобы инвестирование превращалось в местном для людей буквально означающий что домашняя страничка сайта содержит всю информацию которую я хочу там видеть в одном месте собраны с 20 разных сайтов индекс страха и жадности отчеты по доходам все вот это вот лежит в одном сайте и для людей прежде всего это помогает мне я черпаю тоже все с одного места и это то что мне на самом деле нужно как трейдеру и что я хочу чтобы было доступно людям это совершенно бесплатно но конечно у нас есть курсы у нас есть различные услуги но главное то что помогает людям для получения всей нужной информации что делает из меня лучшего трейдер и надеюсь что поможет также им ништяк у тебя там некоторые люди которые делают вещи которым ты доверяешь несколько людей да 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 смотри чел это это ведь уже ну смотри я стараюсь создавать вокруг себя отличные команды и это получается это очень круто честно говоря идея в том что в какой-то момент я отступлю позволяя другим людям стать у руля так что я создаю отличные основания отличный фундамент собирают топовых трейдеров создатели контента мы собираем лучших талантов а где вы их находите этих чуваков я недавно тут мы тоже наш добрый круто было бы сделать такую есть принципе некоторые маркет сайфер ютуберы которые присоединились к нам за последние пару лет знаешь и мы их подцепили и нашли их интересными талантливыми и такие о чувак нам написали некоторым из них которые ну реально затустили с ними короче тоже ну и там знаешь мы с некоторыми за за крифайнили с говорим давай там мы положим деньги на этот аккаунт ты будешь трейдить там и это круто делиться профитом ну такие тоже кейсы были знаешь нормальных трейдеров находили а где ты находишь чуваков слушай на самом деле они сами выходят на меня говоря мне что эй слушай я столько тебя научился на протяжении стольких лет могу ли я приехать к тебе в офис и они приезжают на неделю а иногда просто остаются я не могу их выгнать слушай честно говоря это такое откровенно это про то что чем больше людей вокруг меня смотрят на графике тем больше идей приходит ко мне в голову которые это нашу публике объясняя и рассказывая им что вот графики тех товаров которые мы ищем и если это дает пользу мне это дает пользу всем остальным вот в чем цель есть достаточно институциональных денег пытающих всех повсеместно запугать так что нам с чего-то придется начать для того чтобы принести баланс на этом поле слушай я чё тебе скажу что я смотрю это шоу сейчас и год или два вот на что ты смотришь сейчас если кто-то если если кто-то хочет трейдить для тебя какие-то персональные детали или что с чем ты имеешь дело когда с такими чуваками как ты их проверяешь и финансирующих или чё вообще или поддерживаешь их можешь об этом говорить да да конечно трейдеры которые здесь работают со мной получают зарплату по сути они трейдят свой собственный капитал и основываясь на зарплате они оплачивают мой торговый зал или же они занимаются созданием статей в общем контентом то есть качественные вещи так что я ищу людей которые знают как трейдить имеющие целостную хорошую историю с прибылью имеющие определенный стиль может быть отличающийся от моего мне не нужны люди выдающие еще одного города салоя есть множество путей трейдинга сайфер отличный так что я хочу поместить людей под одной крышей и обеспечивая инвестиции так что если тебе не нравится город солои да не проблема у нас есть инвест предложения масса так что вот в чем заключается идея есть базовая зарплата дальше торгуй свой капитал делай контент производи услуги зарабатывай с этого и мы будем работать дальше вместе обеспечивая заработком всех кто с нами и как ты предотвращаешь что какой-то чувак приходит туда и начинает вообще не имеет и не имеет представления о том что он делает я знаю некоторых людей которые продают крутые истории как они работали на чувака чего-то который мотоцикл в тюрьма короче и он убедился свою компанию в том что он может делать очень круто ловить но и потолки ловить хай ловить лоу открывать позиции всегда в плюс и он убедил их что он так может делать и когда он вернулся в офис он сказал что вот этот чувак короче мы скажем что его имя джон давай потому что я не знаю как звали короче джон начинает работу и другой чувак который зовут фил бил точнее да какая и он говорит чувак ты не знаешь что ты делаешь у тебя нет понимания джон горит не он говорит пошел ты сначала нахрен а потом будет ты прав но я добрался этой работы и начал учить джона как делать работу бил короче бил начал учить джона как нужно правильно продавать фигню и джон стал самым популярным продавцом на этой улице и вопрос в том как ты этих придурков то покупаешь а окей понял я думаю что самое важное что когда к тебе приходит человек желающий трейдить он начинает трейдить и не получает зарплату какое-то некоторое время покажи мне что ты умеешь а я посмотрю на что ты способен за это время я понимаю качество человека я понимаю как он относится и помогает остальным есть много разных вещей в этом списке не только лишь прибыльность и возможность читать графики важно много чего другого по сути это испытательный период когда ты говоришь человеку слушай ты должен инвестировать свое время а не просто так ты зашел в мою дверь а вот тебе 70 к в год после чего мы садимся и начинаем делать дела и это я думаю ключевое требуется некоторое время а также усилия как в целом и везде когда верхние границы буквально не ограничены как только ты сформировал себя если ты хорош я готов тебе показать весь мир обеспечив возможностью показать себя другим что ты хорош и по своей сути ты помогаешь всем остальным учишь их и направляешь что я думаю является самым лучшим путем развития и и давай тогда скажем что они что ты скажешь им да все окей у вас есть харизма прошел тест и они пройдут они верифицированы под флагом инвестиций и делают видео клиент общаются с клиентами для тебя находят их вся херня типа правая рука гарри слове короче ты находишь нормальных наемных работников и я не знаю я просто я хер знает да самый простой пример того как это работает заключается в следующем ты показываешь на обычном примере что ты делаешь дальше идут проверки по определенному списку а далее у нас есть базовая зарплата после чего все в руках этого человека имеющего определенный стиль трейдинга им подтвержденные дальше я его направляю и буквально все зависит от этого человека и вопрос в том что мы дадим тебе ключи от замка сможешь ли ты открыть дверь и зайти так что знаешь некоторые говорят о я хочу предоставлять вот эти услуги я хочу делать это окей без проблем я здесь не заставляю кого-либо делать что захочу я хочу видеть людей мотивированных расчищающих себе путь и по умолчанию помогающим всем остальным так что в настоящий момент готовишь ли ты курсы предоставляешь ли услуги занимаешься ли в торговом зале здесь масса возможностей что в конечном итоге зависит от выбора каждого конкретного человека иногда бывают ситуации когда ты видишь что пока они приносят пользу усиливают бренд то мне неважно приносит ли они много или мало пользы главное чтобы это было ценно публике отлично это очень офигительно все чувак спасибо чел слушай чё там у тебя за за спиной лучше скажи чё за графики да а вот за этим плечом да это апстар юпс т они отчитали тебя прибыль их на этой неделе я за ними слежу я их смотрел сегодня довольно неплохие результаты в общем интересная полезная информация ты знаешь ведь я честно говоря постоянно с ними я живу и размножаюсь с графиками и то что мне очень нравится в графиках должен вам ребят сказать это в буквальном смысле графики это то у чего нет повестки у него нету однобокого мнения это то что есть это не то что для тебя фибоначчи это то что может тебе сказать о том что ты не прав у тебя есть трендовая линия если она преодолевает отлично если пошла вниз то неудача сравнению со всеми остальными вещами дерьмо круто чувак имеющих свою повестку свой нарратив и это мне очень нравится в графиках это то что есть ты не можешь поспорить с графиком это то что есть я все еще в своем трейде кстати давай покажу давай посмотрим отлично давай давай так отключаю картинку готова ты ведь сейчас в деньгах верно да я был конечно больше в деньгах но сейчас я хотел я хотел наш держать это план был хотя бы понедельник вторник слушай хочу спросить если не против сколько бабла ты вложил в эту сделку я я вложил где-то 80 тонн и я не очень хочу тебе говорить какое плечо не парься честно у каждого свой размер короче у меня здесь пипец да ну убийственный размерчик но он не был еще ни секунды красным чувак не сглазь себя постучи по дереву так у меня есть деревянная доска давай шиняя мне тяжело делать две вещи одновременно короче а у меня есть пара вопросов перед тем как ты осилишь все вот это вот хочу задать тебе пару вопросов от вам трейде сейчас окей да я раздаю кран так и раздаю окей и опять слушай если бы я был никто и очень никого не знал и не стримил бы я бы конечно вышел бы наверху и было бы все круто наверное но что это был за трейд у нас был памп потом откат это было частично удача и на дне вот здесь да ага зайти чуть-чуть добавил кайф да кайф мне не нравится вот этот паттерн правда все было окей но мне не нравится этот ужасный паттерн ты тот тип который при скажем цене в 65 зафиксируешь половину прибыли подвинув стоп в безубыток чтобы гарантировать себе на остальное или это тип который все или ничего каждая ситуация разная брону я на самом деле взвешенный чувак особенно с с работой которая у меня есть но но я на самом деле не люблю быть вне позиции вот что я делаю для контента то есть я стараюсь всегда выходить в позе вот чё делаю давай мне покажите другой экран лучше с маркет цифером и скажу тебе свой быстрый и скажу тебе свой быстрый тех анализ что происходит на красная кнопочка на окей другой график почему здесь и здесь и здесь у нас сетка паука и погнали что у нас тут неделька недельный таймфрейм и во первых на трехдневным и на пятидневном мы видим на money flow что у нас стопроцентная точность подтверждение вот здесь мы видели каждый раз смотрите вот здесь здесь да money flow после месяца два и halving консолидация бог и money flow все еще посмотри мы все еще видим что все зеленое я все еще жду что это пробьется наверх потому что money flow мы видим что зеленый лонг деньги идут в рынок трехдневный таймфрейм яма должен сказать что не должен сказать что вот дневкой 6 часовик все таймфреймы в принципе были более-менее нейтральный 12-часовик был фрактальный момент фрактальный импульс в money flow и я в принципе тут вот эту линию сопротивление и поддержки проводил и я хочу сказать что мы должны как минимум, мы должны как минимум, и я говорю, что мы как минимум должны вернуться к вершине на ретест ее, и мы вот туда вернулись, и мы еще не пробились, но если мы вернемся назад и пробьем, да, видишь, я немного здесь так делаю, но плюс-минус, я думаю, что мы не упадем сейчас, и не пробьемся вниз уже, хрен его знает, конечно, но я думаю, что мы, если возможно, что мы пробьем сопротивление, я надеюсь, то мы можем, это будет просто продолжение, даже если это, знаешь, там… Я бы очень хотел. Короче, да, да, ты понимаешь, о чем я. Так что большие таймфреймы, мы все еще видим, что импульс очень хороший, да, я знаю, что мы пригласили дьявола на сделку, на танец, и мы должны здесь продать хотя бы сколько-то, знаете, тут Майкл Сейлор будет держать вечно, кто там… Фиат весь должен быть залит в крипту. Да. Ну, мы в канале этого, в вершине этого канала, и что у нас тут есть сопротивление, и мы знаем, где у нас линии поддержки, сопротивления, мы называем их линии с паука, паутины паука. Вот это все, spider lines, паучьи линии, как ты видишь, они… Это мой вообще лайфхак. Да, еще там до 20 тысяч я их нарисовал. Это пипец, чувак, ты знаешь, как я их рисую. Это очень круто, чел. Если ты подписан на чат криптокомментс, и в теме всех важных новостей. Короче… Пипец, чувак. Тут по всем точкам соприкосновения идет, фрактальная фигня. Это мои линии поддержки сопротивления, а это на экране… Да, да, да. Очень круто, чел. Мне нравится. И это… И это именно то, что мне очень нравится – видеть, как другие люди используют это, потому что… Я всегда это говорил. Есть так много различных способов буквально делать в рынке деньги, используя разные техники и все такое. Нет единого подхода для каждого, и это замечательно. Очень круто, чел. Ты, бро, легенда. Ты заработал свои деньги, определенно. Знаешь, теперь самое главное – удержать деньги. Верно. И это самое сложное. Это да, да. Это я знаю, о чем говорю. И, знаешь, у меня типа нет семьи. Не, ну, как бы, есть, конечно, семья. Я помогаю всей семье и друзьям, но… Да, да. Короче, чувак, деньги приходят, деньги уходят. Это вот как и происходит. И я счастлив. Ты вообще крутой трейдер. Блин. Спасибо, чел. Как твой шорт, расскажи мне. Несколько недель назад ты говорил, что был в шорту. В шорте. Я все еще в этом шорту, и это единственная позиция, в которой я сейчас нахожусь. Я вывел менее чем 10%, но я не использую плечо, поэтому буквально все завязано на количество денег на учетке. Плюс я заработал много денег на различных графиках, такие как Солана. Когда она откатилась, мы зашли в лонг, полка дот, все эти активы значительно откатились, уперевшись в значительную поддержку. Так что я в них во всех, но буквально это относится к трейдингу. Маленький процент от всего портфеля. Слушай, а ты смотрел на перевернутый график биткоина, бро. Давай я тоже тебе покажу экран. В принципе, ты можешь тоже это сделать, когда захочешь. Смотри, ну сейчас я покажу. Дай-ка я вот перейду в более чистый график без всей этой рисовальни. И ты скажи мне, ты смотришь сам на такие графики? Да, я тебе покажу. Да, бро. Нет, если ты покажешь, будет очень круто. Сейчас я раздам экранчик. И я тебе хочу сказать, что скриншер, вот он. И мы на дневном, и мы перевернули график сверху вниз. И чувак, за последние несколько хороших недель, если это был реальный график биткоина, и это было бы... Я бы, наверное, лонговал это, чувак. Я бы выкупал бы эту просадку, а ты... Я не солгу. Да, шорт, могут быть деньги. Иногда инверс график не такой, как обычный. Но это тоже выглядит по-другому. Знаешь, когда график меняется, и price action тоже меняется, поведение цены как минимум для меня. Так что, когда мы видим такую структурную историю поворотную, блин, это знак, что чувак, дерьмо сможет случиться. И я думаю, что это да, как раз такое дерьмо, которое может случиться за последние... Которое случилось за последние недели. Это, типа, разворотное дерьмо. Чувак. Так что, может быть, флип-флоп близится. Флип-флоп не за горами. Как считаешь, братишко? Есть такой вариацион? Я не знаю. Чего ты молчишь-то, Гагарри Соловей? Давай уже вещай что-нибудь. Ты ко мне на шоу пришел, в конце концов, или что? Дружище, это круто. Я думаю, это ключевой момент. На мой взгляд, если биткоин пойдет вниз, то на рынке произойдет распродажа. В целом, если посмотреть на рынок, мы видим, что когда биткоин достиг вершины около 74, NASDAQ и S&P 500 достигли вершины через неделю. Так что, если они начнут массово печатать, а мы начнем наблюдать за вершинами на фондовом рынке, мы также увидим и вершину биткоина. И наоборот, если мы увидим огромную распродажу на фондовом рынке, это захватит биткоин, утянув вниз. Да, бро, даже я тебе хочу сказать, что биткоин и фондовый рынок, да, они вообще сужаются. И DXY, да сейчас все, короче, полетит к чертям собачьим. Короче, инверсный турнир на Байбите, CryptoCommons, обязательно. А, и на TRDR, бро, на TRDR у Грини скидка заканчивается срочно, 20% по QR-коду и ссылке в описании, конечно же. Ну и турнир. О, чел, я знаю. Я помню, как мы с тобой встретились в Майами некоторое время назад и, надеюсь, еще будет случай. И всегда, чел, если ты будешь во Флориде, то буду всегда рад с тобой видеться в течение недели плюс-минус. Компания оплатит тебе билет, отель и все остальное. Просто дай мне знать. Окей, чувак, я буду готов. Я дорогой, конечно, но когда мне платят, когда кто-то мне вызывает частный самолет, я оцениваю это со страстью. Чувак, Флорида, инвестируем где-нибудь, нормально все. О, как здорово, это сделает меня счастливым человеком. Я нормальный сосед, бро, неси. Я можем, да. Когда мои соседи спускаются вниз, они всегда стучат в мою дверь, стучат в мою дверь, типа, ты че ты сказал? Я говорю, женщина, твой дом на 20 домов ниже, че ты хочешь? Так что, короче, бро, спасибо тебе, будь здоров. И ты тоже. Давай, я думаю, нормальная коллаба получилась. И че, увидимся скоро? Да. Да. И большое тебе спасибо, если честно, это мои самые любимые беседы, когда мы с тобой проводим некоторое время. Прям все по ветру, реально чил, обожаю. Давай, бро, мы сделаем эту тему. Вот мы, видишь, перевели идею еще на русский для CryptoCommons Channel. Так что, peace out, ребят. Удачи тебе, пока. Ну, вот такой вот дублик, чувачки. Я думаю, он хороший. Я думаю, он великий даже, если точно переводить. О, дерьмо. Давайте посмотрим, что там с трейдом. Так, ну, я надеюсь, все понимают, что это не стрим, нифига, это видео в записи. Перевод уже, оно было уже дней пять назад, потому что долго, бла-бла, крипто переводили. Но Гринни тоже начитал за CryptoFace, и Гарри Соловей был у него в гостях, крипто Соловей. Мы узнали некоторые фишечки новые, штучки товарные, пушечки, инсайдики. Мы заценили, как происходит всякое говно на рынке. И, сори за слово, сори, да, просто стараюсь переводить как дословно, более-менее. Но на ходу, поэтому быстро, просто не знаю, как бы, сори за качество перевода. Всем профитролей, будьте здоровы, счастливы. Торгуйте аккуратно, ставьте стопы, ставьте лайки, если вы заценили эту коллабу и этот перевод. И скоро увидимся на наших стримах. Market Cypher, кстати, тоже у нас есть ссылка на Market Cypher. Не только на TRDR и Bybit и все остальное, но еще на Market Cypher, который можно купить, если вы хотите его покупать, конечно. А так можно VMC бесплатно поставить. Все то же самое, только еще есть желтые точки. Круче, чем у CryptoFace, поэтому FACE, fuck you. Thank you.